Давай, ну-ка покажи, Егор, как ты умеешь. Поднимайся. Давай, 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 старайся, старайся. Вот, молодец! С такой зарядки начинается каждый день Егора, а еще массаж, занятия на специальных тренажерах, учеба. В этом году сверстники Егора пошли в первый класс, а его уроки проходят дома. У семилетнего мальчика детский церебральный паралич. У него желание есть от физических возможностей. То есть мальчик понимает обращенную речь, понимает, что от него требуется. Егор – единственный долгожданный ребенок в семье. Беременность Ирины протекала идеально. Никаких показателей, что внутриутробно что-то не так, не было. Но жизнь Егора началась в реанимации. Родившись, мальчик не дышал. Первые сутки его жизнь поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких. Позже обнаружили и пневмонию. Ребенок наглотался родовых вод. В тяжелом состоянии малыш месяц пролежал в реанимации. Ни мама, ни папа вредных привычек не имели. К появлению ребенка в этой семье готовились ответственно и основательно. В какой момент и почему сбился организм, сказать не могут ни Ирина, ни врачи. Но специалисты Института медицинских технологий в Москве смогли добиться улучшения в состоянии Егора. Результаты были сразу видны с первого лечения. Курс лечения там 10 дней. Получается, там идет медикаментозная обколка плюс реабилитация. Проходить такое лечение Егору необходимо два раза в год. Но оплатить его самостоятельно семья не может. Отец мальчика трагически погиб спустя два года после рождения сына. Ирина воспитывает Егора одна. Семья живет на пособие по уходу за ребенком-инвалидом. 6600 рублей. Положительная динамика в состоянии ребенка и его развитие возможны только благодаря усилиям Ирины, которая постоянно занимается обследованием Егора, выполняет рекомендации по лечению и старается искать и реализовывать любые пути реабилитации мальчика. Покупать новые необходимые приспособления для развития мышц мама, конечно, не в состоянии. Да и поддержанные стоят немало. Вот это я в ушли сама покупала у девочки с рук, в разручку. Не помню, то ли за 20, то ли за 25 тысяч, так он тоже в пуделах 100 тысяч стоит. Каждый день Егорка по часу стоит на собственных ногах, чтобы мышцы укреплялись, а тело запоминало правильное положение. Держать голову самостоятельно даже так неуверенно, как сейчас, Егор не мог несколько лет. В 2014 году мама отвезла его в Харбин. Два месяца иглотерапии, массажа и прочих процедур дали эффект. В 2015-м по квоте удалось съездить в Москву. Росфонд неоднократно помогал собрать деньги на обследование и лечение. Несколько курсов традиционной медицины также дали заметное улучшение. Окрепли мышцы спины, Егор стал активнее переворачиваться и использовать руки для опоры. Вы видите, голова болтается на руках, потому что все это нужно в обратку. То есть я фиксирую, как ему удобно. Несмотря на скованность в движениях, Егорка – парень активный. Любит настоять на своем, ему нравится учиться. На занятиях очень усидчивый. Особенно любит изучать различные картинки. Мы сравниваем различия, находим по картинкам. Любим писать буквы. То есть мы уже начали программу дошкольного, конечно, образования. Но все-таки у него есть интерес и усидчивость. Иногда уже самой надоедает, честно сказать, этим заниматься. А ему вот как бы проявляет, да, интерес. Вместе с мамой Егорка занимается спортом. И здесь проявляет особое упорство. Старательно крутит педали любимого велосипеда. Каждое элементарное для других детей действие семилетнему Егору дается большими усилиями. И его самого, и мамы. Мальчику необходимо проходить эффективные курсы лечения в Институте медицинских технологий в Москве. Поэтому РУСФОНД снова обращается к неравнодушным приморцам помочь оплатить его. Сумма, которую выставила клиника – 199 тысяч рублей. И если каждый телезритель, посмотревший этот сюжет, отправит хотя бы одно СМС-сообщение на номер 5542 со словом «Дети», возможно, совсем скоро Егорка научится самостоятельно передвигаться и говорить спасибо. Анна Бережная, Новости на Восьмом. За организацию съемок благодарим Трампунт Медицинского центра САНОС.